Употреблял много лет, когда очнулся было уже практически поздно. Здесь их около полутора десятков бывших алкоголиков и наркоманов. Сегодня все эти ребята живут, как они говорят сами, в трезвости. И несмотря на происходящие вокруг них бури, стараются держаться вместе. Для бывших реабилитантов наркологического центра «Расцвет» это единственный шанс удержаться в трезвой жизни, считают они сами. Я понял, что я тоже смогу с этим справляться, благодаря принципам, благодаря программе, которой нас обучили. Что на самом деле болезнь зависимости, она заключена в мышлении в нашем. И что изменив мышление, я смогу справляться с этими заблуждениями, страхами, которые у меня были всю мою жизнь. Артем пил и употреблял наркотики 16 лет. Уже полтора года в трезвости. В центр привели отчаявшиеся родители. Сам он уже никуда идти не хотел. Жил от дозы до дозы. Здесь все истории похожи друг на друга. Но одни приходили за помощью сами, других приводили родственники. Близкие не могли спокойно смотреть, как молодые жизни срываются в пропасть. За сына боролись всегда. Боролись методами, которые считали, что действенные. Ругали, выгоняли, уговаривали, плакали. Различные моменты. Лишали чего-то. Но все это не давало никакого результата. Со временем пришло осознание, что это далеко не простая болезнь. Что это действительно болезнь, зависимость. И что медикаментами, какими-то таблетками или уколами это невозможно лечить. Мы его отправляли и в дальние рейсы 8 месяцев. То есть, ну, несколько лет все равно вот это вот все длилось. О реабилитационном центре «Расцвет» Светлана Липатникова узнала случайно. Здесь ее сын провел три года. Избавился от зависимости и остался волонтером. Сегодня он сидит в СИЗО. Его подозревают в незаконном удержании людей в центре. Якобы сюда насильно помещали тех, кого родственники считали алкоголиками и наркоманами. «У меня пожилая мама пила полгода», рассказывает дочь одной из бывших реабилитанток. Не помогало ничего, пока не обратились в «Расцвет». «И мы тоже позвонили. Они приехали, забрали. Естественно, с нашего согласия никто туда насильно никого не забирал. И помогли. Вот в течение пяти месяцев практически там находился родственник». И вернулся другим человеком, который больше не употребляет алкоголь, вышел на работу и стал интересоваться окружающим миром. Сюда действительно подавляющее большинство реабилитантов просто привели отчаявшиеся родственники. Вопрос в другом, говорят сами бывшие нарко- и алкозависимые. Если человек хочет выздороветь сам, его не пугают ни суровые условия, ни жесткий распорядок дня. В состоянии опьянения человек привыкает жить как хочет, говорят они. А здесь необходимо соблюдать правила обычной человеческой жизни. Рано вставать, мыться, ходить на лекции и никаких запрещенных веществ. Все это подтверждают врачи-наркологи, вызывает протест у человека в состоянии ломки. «У пациента могут быть состояния, когда он, скажем, опасен для себя, ввиду своей какой-то невменяемости, либо физического состояния, либо психического состояния. В таких случаях, конечно, создаются условия для удержания пациента на лечении, для удержания пациента в программе». Сегодня реабилитационный центр «Рассвет» закрыт. Однако для бывших реабилитантов это скорее трагедия. Они все так же держатся вместе и по-прежнему соблюдают все порядки, которые были здесь заведены, еще до начала разборок и скандалов. Только так, считают они, можно удержаться и не вернуться к старым пагубным привычкам. Светлана Садовая, Андрей Толстихин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.